Актуальное интервью Премьера музыкального спектакля «Синема». Сегодня исполнительница главной роли, заслуженная артистка Крыма, солистка театра танца Валентина Рыбакова у нас в гостях. Валентина, здравствуй. Здравствуй, Максим. Я думаю, что мы можем общаться с тобой на «ты», потому что знаем друг друга уже достаточно много лет и вместе работаем в театре имени Вадима Елизарова. С большим нетерпением все ждем премьеры. Я знаю, что это была изначально твоя задумка по согласованию еще с Вадимом Альбертовичем Елизаровым, который предложил тебе сделать именно такой спектакль, в котором прозвучали бы песни из старых советских кинофильмов. Расскажи, пожалуйста, об этом. Да, все верно. Задумка, она была, ну уже много времени прошло, еще четыре года назад, когда мы, когда еще с нами был Вадим Альбертович, в одной из наших творческих встреч, творческих бесед, Вадим Альбертович предложил мне сделать такой спектакль, в котором будет много живого голоса, песен и много хореографии. И, конечно, я тогда задумалась, вот, и придя домой долго думала, что же это может быть. И, честно, это было спонтанно, когда я то ли в журнале, то ли в книге увидела слово «кинотеатр», и меня осенило, что вот, это может быть кино и театр объединено. И это такая благодатная тема, тем более, когда я увидела слово «кино», я поняла, что это только советское кино, потому что только советское кино обладает такой душевностью. Я люблю советское кино, потому что вот за эту потрясающую актерскую игру, и, конечно же, за песни и музыкальные темы, которые в этих фильмах звучат. И когда я пришла уже с этой идеей к Вадиму Альбертовичу про советское кино, он, конечно, был в восторге и поддержал меня, и мы начали думать уже над песнями. Но, к сожалению, Вадим Альбертович ушёл от нас, и была пауза длительная. И сейчас я хочу сказать слово благодарности Александру Вадимовичу Елизарову, директору театра танца, который всё-таки сейчас, ну который нашу идею, нашу мечту тогда совместно сейчас воплощает в реальность, и как бы она сейчас осуществляется, и я этому безмерно рада. Настало время для этого. Но на самом деле вот эта эпоха, советская эпоха, если брать наш кинематограф 60-х, 70-х, да и 80-х годов тоже, это золотое время. Очень много было музыкальных фильмов, музыкальных комедий, богатый материал, много песен. Как ты их выбирала, по какому принципу? Это был сложный процесс. Мы переслушали более 100 песен, и, конечно же, выбрать 20 – это так тяжело, потому что каждая песня подходит, и не хотелось ничего упустить, но всё-таки пришлось выбрать 20, но мы выбрали самые-самые яркие. Самые яркие такие музыкальные образы, самые яркие артистические образы мы оставили. Если говорить буквально по фильмам, могу так вкратце сказать, что это будут фрагменты из кинофильма «Шагай по Москве», «Кавказская пленница», фильм «Высота», фильм «Дартаньяна Тремушкетёра». У нас будут цыганские мотивы тоже присутствовать, вот «Цыган-идиот», фильм. Ну, в общем, это будет праздник кино. Мы постарались выбрать самые-самые яркие песни из этих кинофильмов. Большое количество кинофильмов, кинофильмы все легендарные, но это не просто концертная программа, это не шоу, а хореографический музыкальный спектакль, спектакль, который должен обязательно иметь сюжетную линию. Расскажи о том, каким образом все эти кинофильмы, все эти песни, которые прозвучат, объединяются в один сюжет. Вот еще раз спасибо Александру Владимировичу за то, что он пригласил режиссера, драматического режиссера из материковой части России нам в помощь, немножко помочь нам в этом, потому что, с одной стороны, это будут известные фрагменты из фильмов, которые мы будем показывать, исполнять, танцевать, все это обыгрывать. И с другой стороны, вот Ольга Некрашевич, она придумала такую идею, что у нас будет режиссерская команда, которая будет эти фильмы снимать. То есть у нас будет режиссер, помощница, сценариста, видеооператор, звукооператор, который будет взаимодействовать с нами, со всеми нашими артистами. И это будет в очень такой комедийной форме, очень зажигательно, весело, смешно, самое главное. В общем, мы так объединили на нашей сцене театра, будет не только спектакль, но будет сниматься кино, большое кино. Мы уже говорили в нашем сюжете, который снимал телеканал НТС в Театре танца, о том, что, по большому счету, это будет такое большое, увлекательное, ностальгическое путешествие в те самые времена, с помощью музыки, с помощью песен и, конечно же, танцев. Ты главная героиня, расскажи, пожалуйста, о ней, кто она? Я скромная, простая девушка, которая мечтала сняться в кино. И моя мечта осуществилась, потому что меня заметил главный режиссер, который мне предложил сняться в разных фильмах. И, получается, в этом спектакле, в этом таком шоу у меня будет шесть главных таких ярких героинь, в которых я буду перевоплощаться. И для меня это такой первый опыт в Театре танца, когда столько образов абсолютно разных я буду играть, показывать зрителю, исполнять. У тебя немало поклонников в Театре танца, потому что во многих программах, во многих спектаклях ты принимаешь участие, поешь. Но здесь, я думаю, что ты раскроешься в совершенно новом творческом качестве. Кроме всего прочего, я знаю, что в этом спектакле ты еще и затанцевала вместе с танцорами, вместе с артистами. Такой опыт уже был в спектакле «Кабаре-экспресс», но здесь, я думаю, он будет более ярким, чем раньше. Невозможно удержаться, что будет танцевать. Я, когда присутствую на репетициях Театра танца, где наши артисты танцуют, я, конечно, наблюдаю за всеми и получаю такое колоссальное удовольствие. И, знаешь, кажется, что я уже все выучила глазами. Вот я уже все знаю, кто, куда. Но телом это, конечно, совершенно другое. Тело пока не так слушается, как… Но я стараюсь. У нас сейчас есть фрагменты, в которых я танцую. И я этому очень рада. Репетиции проходят… Мне они очень нравятся. Я получаю удовольствие от репетиций. И когда я пою и танцую одновременно, вот как будто крылья вырастают, я прям получаю удовольствие. Не сложно? Некоторые певцы не могут одновременно петь и танцевать. Говорят, дыхания не хватает. У тебя как с этим? Я с этим работаю, тренируюсь. Поэтому всегда каждая репетиция проходит… Я пою всегда вживую. То есть не просто запись включается, а мы репетируем. Я всегда пою и стараюсь где-то больше взять дыхание, где-то нужно меньше. Как бы я над этим работаю. Все получается. Кроме тебя, кроме танцоров, естественно, всей труппы Севастопольского театра танца, а во всех спектаклях заняты абсолютно все артисты. Так было. И есть кто еще примет участие в спектакле? Потому что я знаю, что есть еще приглашенные артисты, музыканты. Да, есть у нас. У нас в нашем спектакле, помимо театра танца, будут участвовать солисты главные. И мы пригласили, да, несколько музыкальных… Мы пригласили музыкантов, которые будут с нами вместе оформлять эту прекрасную музыку. Пускай это будет для вас сюрпризом. Вот, дорогой зритель, кто придет к нам, не буду раскрывать все тайны. Валя, у тебя очень богатый репертуар. Я знаю об этом. И он включает в себя не только хорошо известные песни, не только каверы, но еще и немало авторских композиций. В том числе ты сама пишешь эти песни. Я знаю, что их уже накопилось достаточное количество. Не планируешь ли ты представить их публике на сольном концерте или, быть может, выпустить альбом? Это, Максим, это моя мечта сейчас. Я, конечно, времени сейчас очень мало на такое творчество, но я все-таки нахожу эти ночи, знаешь, ночи вот час-два, когда можно подумать. У меня уже… Я уже написала пять песен. Я хочу написать альбом своих песен и, конечно же, выложить их на цифровые площадки сейчас. Это очень актуально, популярно. Ну и если все будет удачно, конечно же, хочется сделать и показать эти песни нашему зрителю севастопольскому. И, быть может, придет такое время, когда танцоры, артисты театра танца помогут тебе. А в этом мы с помощью хореографии проиллюстрируют уже твое творчество, но это дело будущего. Мы же вернемся к предстоящей премьере. На твой взгляд, ты, естественно, знаешь весь репертуар Севастопольского театра танца в половине спектаклей ты участвуешь, половину видела. Чем хореографический спектакль «Синема» будет отличаться от тех спектаклей, от тех программ, которые уже есть в репертуаре театра? Ну, сейчас в первую очередь тем, что артисты театра, они не просто танцуют, как это принято, они сейчас уже как драматические артисты будут представлены зрителю. У них есть текст, у них есть свои роли, которые они играют. И текста, кстати, очень много, и они прям тренируются, репетируют, чтобы все это было естественно, и чтобы никто не сказал «не верю». Поэтому этим отличаются тем, что раньше они не разговаривали в спектаклях, сейчас они будут говорить. В беседе с Александром Ватимовичем Елизаровым он подчеркнул, что, скорее всего, вот этот спектакль, новый спектакль под названием «Синема», его уже трудно называть хореографическим спектаклем. Лучше его назвать спектакль музыкальный. Ты согласна с этим? Да, это уже почти мюзикл. Да, музыкальный, потому что мы же и привлекаем музыкантов, и живой голос звучит весь спектакль, ну и плюс хореография. И это будет очень яркое шоу, очень яркое музыкальное, яркое шоу. Я думаю, что поклонники Театра танца и зрители Севастополя с нетерпением ожидают новой программы, нового спектакля, всего того, что будет происходить на сцене Севастопольского Театра танца. Новый эксперимент, и мы верим в то, что он будет по-настоящему удачным. И завершая нашу беседу, с какими словами ты хотела бы обратиться к нашим зрителям, приглашая их на премьеру? Дорогой зритель Севастополя, я в лице всего Театра танца хочу пригласить вас на наш спектакль. И хочу заверить, что такого вы раньше не видели. В этом спектакле вы можете встретить своих самых ярких, самых любимых персонажей. Вы можете петь песни вместе с нами, которые вы все знаете. Вы окунетесь в эту атмосферу доброты, веселья, радости, комедии. И, конечно, главные вот эти персонажи, очень яркие, вы их увидите, вы их вспомните. И это будет по-настоящему ярко, зажигательно, весело. И вы этот спектакль не забудете. Поэтому мы вас очень ждем, мы вас очень любим. И мы готовимся, стараемся для вас. Приходите. Валя, я благодарю за то, что ты пришла сегодня к нам в студию. Ждем с нетерпением премьеры. А нашим зрителям напомню, что сегодня у нас в гостях была солистка Севастопольского академического театра танца имени Вадима Елизарова, заслуженная артистка Крыма Валентина Рыбакова. Спасибо вам за внимание. Всего доброго. До новых встреч в эфире. Субтитры создавал DimaTorzok